Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию 1 час 44 минуты 1 июня 2020 года Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, Международный деловой центр Москва-Сити Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, Международный деловой центр Москва-Сити Архивное фото Москва, 1 июня РИА Новости Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, свидетельствует исследование РИА Новости Как считали десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ подготовлен экспертами РИА Новости и построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год Его результаты позволяют судить об уровне экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы, показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер 24 декабря 2019 года, в 18 часов 26 минут Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона Разрыв между лидерами и аутсайдерами Результаты рейтинга показывают, что значение интегрального рейтинга увеличилось по сравнению с результатами 2018 года в 69 регионах, что свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в данных субъектах РФ в 2019 году Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с 41,6 по итогам 2018 года до 42,7 балла по итогам 2019 года Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 22 по итогам 2018 года до 24 по итогам 2019 года При этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 12 до 9 Среди позитивных результатов 2019 года эксперты также называют постепенное снижение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, хотя он по-прежнему остается очень высоким Отношение максимального значения интегрального рейтингового балла к минимальному снизилось с 8,6 в 2018 году до 7,0 в 2019 году А отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке рейтинга с 6,1 до 5,6 28 мая, 17-10 распространения нового коронавируса Мишустин обсудил с Кудрином социально-экономическую ситуацию в стране снижение разрыва между лидерами и аутсайдерами рейтинга обусловлено более существенным ростом рейтингового балла у регионов в нижней части списка в процентном отношении, считают эксперты Верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора Первая десятка первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург у них интегральный рейтинг превышает 80 баллов Еще трех регионов Ханты Мансийского автономного округа Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75 В первую десятку рейтинга также входит Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился В самом составе лидеров произошли небольшие перемещения По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на два позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте 28 мая 12.56 распространение нового коронавируса Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах Регионы лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе По крайней мере, это относится к лидирующей пятерке Являясь лидерами социально-экономического развития, регионы из первой пятерки обеспечивают около 40% суммарного регионального ВРПР, состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность Последние места в рейтинге занимают высокодотационные регионы, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика Если говорить о замыкающей десятке, то к вышеперечисленным регионам добавляются Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Республика Северная Осетия, Алания, Кабардино-Балкарская республика и Камчатский край, который вошел в последнюю десятку, заняв 76 место, на котором ранее находилась Курганская область, занявшее в рейтинге по итогам 2019 года 73 место 5 мая 2009-15 распространение нового коронавируса правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам лидеры роста В 2019 году интегральный рейтинг вырос у большинства регионов РФ, лидером по росту интегрального рейтинга стали Мурманская область и Красноярский край, у которых его значение выросло более чем на 4 балла В 2019 году в Мурманской области улучшилось большинство показателей, учитываемых при расчете рейтинга В частности в регионе выросли объемы производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доходы бюджета, инвестиции в основной капитал, доля прибыльных предприятий, выросли доходы бюджета В области также сократился уровень долговой нагрузки, снизился уровень безработицы и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума В результате интегральный рейтинг Мурманской области повысился на 5,4 балла, что позволило области подняться в рейтинге на 8 мест и стать лидером по динамике позиций У Красноярского края, занявшего второе место по росту рейтингового балла, также выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, повысилась доля прибыльных предприятий К позитивным изменениям также относятся снижение доли задолженности по налогам в общем объеме налоговых платежей, сокращение уровня долговой нагрузки и уровня безработицы Это позволило краю подняться на 5 мест Еще у трех регионов интегральный рейтинг повысился более чем на 3 балла Это Краснодарский край, Алтайский край, Республика Мариел 27 мая, 3 часа 09 минут Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес-лидером по росту позиций в рейтинге является Мурманская область А второе место заняла Республика Мариел, 7 мест, интегральный рейтинг который повысился на 3,2 балла Росту рейтингового балла и улучшению позиций в рейтинге Республики Мариел способствовали рост доходов бюджета и объемов производства товаров и услуг, увеличение доходов населения, сокращение уровня долговой нагрузки, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращение уровня безработицы Снижение позиций в рейтинге снизилось значение интегрального рейтинга только у 16 регионов, причем у большинства из них снижение было незначительным Более чем на 1 балл интегральный рейтинг снизился только у 4 регионов Наиболее существенно позиции в рейтинге снизились у Республики Хакасия, которая переместилась с 65 на 74 место, потеряв 9 мест При этом интегральный рейтинг республики снизился на 1,5 балла На 5 мест снизились позиции Приморского края, что сопровождалось уменьшением интегрального рейтинга лишь на 0,15 балла 24 декабря 2019 года, 19 часов 15 минут регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко Снижение рейтингового балла и как следствие снижение мест республики Хакасия было обусловлено снижением доходов консолидированного бюджета Увеличением доли задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей, ростом уровня долговой нагрузки В республике в 2019 году также вырос уровень безработицы и увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума В то же время эксперты отмечают и позитивные изменения, произошедшие в республике Хакасия, среди которых рост инвестиций в основной капитал Увеличение оборота розничной торговли, повышение доли прибыльных предприятий Интегральный рейтинг Приморского края, который потерял 5 позиций, снизился совсем незначительно Таким образом, ухудшение его позиций в большей степени было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у других регионов показатели улучшились более существенно Среди негативных факторов можно назвать снижение доли прибыльных предприятий, сокращение численности занятых в экономике, повышение младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте При этом произошли и позитивные изменения, в частности увеличился объем инвестиций, выросли доходы консолидированного бюджета, снизился уровень безработицы 4 декабря 2019 года, 13 часов 14 минут спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы в свою очередь Последствия от коронавируса в наибольшей степени коснутся регионов с крупнейшими административными центрами, которые вынуждены были вести наиболее жесткие ограничения в условиях пандемии Для многих регионов 2020 год станет серьезным испытанием, но многое будет зависеть от мер государственной поддержки, а также от активности и оперативности местных властей по нормализации экономической ситуации Тем не менее, учитывая глубину негативного влияния на экономику пандемии в целом, эксперты ожидают ухудшения экономических показателей по итогам 2020 года почти всех регионов, что может привести к снижению их баллов в рейтинге Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то по итогам 2020 года, оно, скорее всего, существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях Это обусловлено тем, что регионы-лидеры в настоящее время довольно существенно опережают другие субъекты РФ по экономическим показателям имеющегося запаса Им, скорее всего, хватит для удержания своих позиций 28 января 2019 года, 17 часов 48 минут Голикова рассказала о развитии в регионах образовательных центров